Ну что, друзья, наконец-таки все это дело закипело, правда, вся эта чашка титановая, она как будто в какой-то смоле, я не знаю, это, наверное, может быть из-за дров, но надо будет ее потом песочком поскоблить, но это не важно, главное, она закипела долго, да, долго, но, опять же, ребята, нюанс, я никуда не спешу, я сюда приехал отдохнуть, я не спешу, я насладился. Да, это сейчас немножко грязно, но атмосфера, ребята, атмосфера самое главное, на газу я бы уже минут 15 назад это все сделал, уже попил бы чай, сейчас бы, у меня просто было бы, наверное, нечего делать, а так я сейчас вот буду кушать, чай заварился, ромашковый, вечером пью какой чай, стараюсь ромашковый или еще какие-нибудь травы, но только необычный черный, иначе я потом уснуть не могу, сейчас весь костром пропах, но это приятно, так, раз, два, три, четыре, фу, до пяти секунд не считается, подсластить забыл, ой, ребята, это непередаваемые ощущения, на природе, солнце еще, ой, еще целый час будет светло где-то, закат в 20.04, это только закат, так скажем, ну и там еще минут 20 будет, ну и нормально, время есть, так что можно сейчас спокойно покушать, еще раз, почему, ребята, я перехожу на спирт с газа, газ, да, еще раз подчеркну, что газ очень удобно, газ, он не везде продается, и он дорогой относительно, скажем так, и согласитесь, да, брать с собой щепочницу и баллон газа, это как бы два дублирующих, ну, девайса, которые смысл с собой таскать, я не вижу, что-то одного, в принципе, будет достаточно, опять же, одну щепочницу взять, ее как бы одну, ну, недостаточно, да, если бы сейчас шел дождь, я бы этого не смог приготовить, пришлось бы что-то придумывать, как-то по-другому выкручатся, поэтому я решил взять себе, сейчас, где она, сейчас я вам покажу, какую я взял, вот такую вот штучку, простая, как, я не знаю, как автомат Калашников, то есть, ничего замороченного, тоже титановая штука, весит 20 грамм, и в купе, вот с этой щепочницей, ее можно использовать, вот, как ветрозащиту для вот этой штуки, спирт, он в Германии, в Европе, он очень доступный, специальный спирт, его можно купить, ну, в любом магазине, в любом супермаркете, на любой заправке этого добра навалом, и, что самое главное, он стоит копейки, литр спирта, вот я купил, литр, я отдал 2,5 евро, за литр спирта, скажем так, я налил себе вот, такую маленькую баночку, 250 миллилитров спирта, скажем, завтра утром, если мне в лом будет раскочегаривать эту щепочницу дровами, я сюда просто плесну, пам-пам, через 5-10 минут у меня приготовится вода, и я спокойно позавтракаю, также, я планирую еще же в Скандинавии, а в Скандинавии тоже доступность спирта, я узнавал, она, адский, ну, в общем, везде можно купить, поэтому, ребята, если вы собираетесь путешествовать в Европу, подумайте насчет спиртовых горелок, в Европе вас с этим проблем вообще не будет, на Алиэкспрессе есть всякие, там, и дешевые, и дорогие, и какие хочешь, там, за пару баксов можно взять нормальную спиртовушечку, ну, если поискать, и спирт, также можно купить, скажем, если вот, ну, нету такого, да, специального спирта, можно зайти в любую аптеку, купить обычный спирт, и все, в крайнем случае, так, это невероятно классный ужин сейчас, странно, какая-то, вот я говорю, как будто смола на дне, причем липкая, еще вот эта щепочница, плюс, я могу сжигать в ней мелкий мусор, скажем, какие-то упаковки, какая-то бумажка, вот та же салфетка, чтобы ее, ну, не тащить, не тащить с собой куда-то, а там, раз, ее поджег, она сгорела, и все, тоже красота, потихоньку начинает уже вечереть, солнце, он уже скоро скроется за горизонтом, я буду сейчас наводить порядок здесь, и еще раз попью немножко чаю, на этот раз я чай сделал на спиртовой горелочке, к сожалению, я хотел показать вам, и начал уже вроде как снимать, и потом я понял, что я забыл нажать кнопку запись, и, естественно, там уже все сготовилось, поэтому я, наверное, когда завтрак буду готовить, я вам покажу вообще, как она работает, насколько она удобна, и единственное, что я могу сказать насчет вот этой спиртовой горелки, это, сука, это адски удобная штука, поэтому, друзья, я буду, наверное, основательно переходить на спирт, опять же, еще раз, спирт можно использовать в качестве, допустим, дезинфектора, то есть можно в случае каких-то травм, ран, дезинфицировать эти раны спиртом, потом, допустим, если порвалась палатка, можно обезжирить какое-то место и потом наклеить заплатку, то есть спирт, он многофункционален, газ этим похвастаться не может, соответственно, если вы газом пользуетесь и заправляете баллоны, и вот вы, допустим, взяли с собой баллон или два, и вам же их потом выкинуть будет жалко, вам же их придется тащить домой, чтобы дома их заправить, а это лишний объем, лишний вес, кому нахер нужен? Кстати, ребята, заметили, я теперь снимаю себя без всякой тряски, я себе купил этот, наконец-то, трехосевой электронный стабилизатор, и сейчас снимаю непосредственно с него, поэтому кадры должны быть заметно лучше в плане стабилизации. Естественно, мне еще надо учиться, как это все грамотно снимать, подавать, вот это все. Я учусь, ребят, поэтому сильно там не пинайте за качество контента, я стараюсь. Давайте немного прошвынемся, что ли, на ту сторону озера сходим, посмотрим, что там. Ну, к озерам назвать, конечно, эту лужу можно так с натягом, Ну, место обалденное, уединенное, тут дорога, в принципе, недалеко, метров 200, но дорога такая, знаете, по которой, в принципе, никто не ездит. Вот, смотрите, тут такая, как бы, выглядит так немножко все дико, и в то же время не дико, по приколу. Так, вот тут лодки, я не знаю эти лодки, кто ими пользоваться может. Хотят, нахрена в этой луже лодки, но вы сами посмотрите, лужа маленькая, а вообще чисто так для прикола. Вот это, кстати, вот это, кстати, это плод, это, ребята, плод. Видите, он тут привязан к веревке, то есть по нему можно переплыть вон на тот островок, там есть островок, и на этом плоту можно до него доплыть. Там тоже есть стол, лавочки, можно там, наверное, приготовить себе что-нибудь покушать. Вот, в общем, прикольная тема. Ствол дерева такой, уже мхом покрытый. Не, а, вообще классно, такой дремучий сказочный лес. Ну-ка. Мне чисто по приколу здесь, мне нравится. Да, был бы налегке так полазить здесь. Ну, такие, такая гуща здесь, чаще, прям вообще классно. Ух, шик. Ладно, пойдемте обратно. Так, как бы тут так обратно-то. Реально вот ощущение такого дикого леса. Охеренно. Это я только тут с краю был. Так. Вот, в Германии умеют сочетать вот дикую природу, да, с облагороженной. Все как-то вот сочетается. Умеют одним словом. Так, время 12 минут 9-го, а еще как светло, красота. Поэтому хочу немножко, насколько это возможно, побыть на улице, насладиться. А потом в палатку пойду. Хотя уже, знаете, уже стало намного прохладней. Я бы сказал, прям прохладно стало. Ночью обещают 0 градусов. Ну, я, в принципе, хорошо экипирован, так что, думаю, не замерзну. Я, когда в феврале на этом месте ночевал, здесь местами лежал снег. Вот это озеро, оно было полностью покрыто льдом, замерзшее. То есть, накануне, когда я сюда приехал, накануне здесь было минус 10, а когда я приехал, здесь было где-то плюс 5 ночью. Но земля была промерзлая. Я еще с летним ковриком спал. У-у-у, жесть. Палатка еще была маленькая, одноместная, которая, знаете, такие, как на трекинговых палках, которые растягиваются. Ну, и всю ночь лил дождь, всю ночь. Влажность была конкретная. Ничего, тоже по-своему кайфанул. Есть видос на эту тему с этой поездки. Я ссылочку там куда-нибудь в уголок, там слева-справа, там я не помню, размещу. Кому интересно, жмакните и посмотрите тот видос. Да. Интересно даже, думаю, вам будет посмотреть, как здесь выглядело это все зимой, в начале февраля, и как это сейчас выглядит. А летом здесь, наверное, будет все вообще бомбезно. Сейчас еще не хватает листьев на деревьях, то есть деревья еще голые, спасает хвоя. Хвойные деревья, они же всю зиму зеленые, поэтому как бы, ну, атмосфера такая нормальная. А летом здесь, наверное, вообще бомбезно будет. Я сюда буду чаще приезжать. Дело в том, что у меня в этом регионе, недалеко отсюда, живет дочь, живет своей матери. И, получается, я сюда езжу часто, ну, навещать свою дочурку. И вот тут много таких мест, где можно совершенно легально, бесплатно разместиться вот на подобных полянах и переночевать. Ну, только при условии, что все делаешь чисто, после себя не оставляешь свинарника. И это на одну ночь. То есть сюда как бы нельзя приехать как бы с грилем, там, погрилить, там, пошашлычить. Нет, такое здесь запрещено. А именно, если вы одинокий путешественник, странник, допустим, пеший, пешеход. Бля, как он? Ну, пеший турист. Или там на велосипеде. И вот это специально правительство выделило такие места, их на этой федеральной земле, где-то около чуть больше 20 таких мест. Не все такие замечательные, как вот это. Ну, вот я был до сих пор в двух местах. Вот в этом и с предыдущего ролика другое место. Ну, то место другое, оно другое, оно более дикое, что ли. Хотя здесь вот, здесь тоже обалденно. Ну, на данный момент это моя любимая поляна. Все. Если есть возможность приехать сюда, я лучше приеду сюда. Когда-нибудь я, когда-нибудь я и другие места тоже попробую. Ну, когда уж, наверное, потеплее будет. Можно даже взять и, скажем так, проложить маршрут и покататься. Один день здесь, там, другой день еще где-нибудь. Может, границы откроют. Тут вот датская граница буквально несколько километров, и ты в Дании. Но граница закрыта, сами знаете, в связи с чем. И это печально. Допустим, Дания сейчас никого не пускает. Ну, только если ты там работаешь в Дании или там проживаешь. Ну, всех подряд не пускают, даже с тестом. Швеция пускает немцев, но с тестом. И сейчас вроде как поговаривают в ЕУ, в Евросоюзе, что они хотят сделать паспорт для тех, кто привитый. Соответственно, те, кто привиты с этим паспортом, может путешествовать. Так вот, я переживаю, чтобы на фоне вот этого паспорта все эти страны просто не закрылись. Что я имею в виду? Скажем, если сейчас я в Швецию могу въехать просто с негативным тестом, без проблем. А когда введут этот паспорт, ну, тогда я боюсь, что просто скажут только с паспортом и все, тест не канает. Вот этого я боюсь. Потому что прививаться я особо как-то не хочу. Конечно, если уж прижмут сильно, ну, никуда не денешься, потому что путешествовать-то хочется. Я так ждал этого лета. Всю зиму ждал, между прочим. Ну, так же, как и многие из вас тоже ждали. Ну, погода, погода. Вот, знаете, честно, я сейчас, я вот хочу прям вот, чтобы ехать так на мотоцикле, чтобы было просто тепло. И ты такой едешь на расслабоне, кайфуешь. Потому что вот если сравнивать сегодняшнюю поездку, я мерз. Местами я мерз. Потому что было очень сильно ветреный. Ветер был ледяной прям. Особенно, когда вот с Берлина выехал. Я остановился на автобане, сделать паузу в туалет. Я снял балаклаву. И прям вот ветер такой прям пронизывающий по голове был. У, неприятно прям. Ну, я надеюсь, когда-нибудь эта зима, весна кончится и настанет замечательное теплое лето. Чтобы можно было налегке сесть на мотоцикл. Так дрын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. И поехать.